Всем привет! Многие бренды в попытке продать свой продукт обращаются за помощью к знаменитостям. Но увидев такую рекламу по ТВ невольно задаешься вопросом, почему наши рекламщики придерживаются принципа «чем хуже, тем лучше». Без лишних предисловий предлагаем вам вторую часть подборки звезд, снявшихся в нелепой и раздражающей рекламе. Можно только поприветствовать идею Билайна бесплатный интернет активным пользователям. Однако реклама с Александром Ревой, повторяющим «гиги за шаги, гиги за шаги», да еще и не попадающим в такт музыки, вызывает только недовольство и желание побыстрее переключить канал. В прошлом ролике о странной рекламе мы рассказывали о Тимати и средстве от боли в горле. Сегодня же запоздалая ответочка от Филиппа Киркорова. Артист предстает в виде ледяного злодея, желающего заразить ангиной всю семью. Однако вовремя приходит на помощь отец семейства с лекарством, и Киркорову остается лишь спеть измененный куплет из песни «Цвет настроения синий». А вот Дмитрий Дюжев, в отличие от Киркорова, наоборот, снялся в рекламе в роли лекаря, ну то есть до Наполео, который поможет в борьбе с болезнью. Производители подбирали на главную роль актера, который бы выглядел авторитарно, чтобы максимально пронести дух сюжета фильма «Крестного отца». Но, увы, космос уже не тот. Одним нелепым высказыванием в адрес зрителей актер Дюжев подпортил свою репутацию на долгие года вперед, и теперь к его игре публика относится с предвзятостью. Некоторые зрители обозвали его Дон Пердолио, а также отметили, как он рисковал жизнью, снявшись в таком блокбастере. Для Дюжева это далеко не первый рекламный проект. Летом одна местная компания решила хайпануть на колбасе, выбрав Дюжева, который зачитал рэп в образе популярных среди молодежи реперов. Многим зрителям понравилась песня, и они даже предложили актеру записать альбом. Но были и те, кто до сих пор переживает обидные слова Дюжева и пишет, что это как раз реклама, которую мы заслужили. Сделай все, что просят от тебя люди. Погибни сейчас, но будь лучшим. Это правильно, что для вас зрители делают такую лабуду и туфту. Вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите. Ну и еще вспомнилась одна работа Дюжева со своей женой и старшим сыном в рекламе майонеза. Мама, ты у нас настоящая хозяйка. Нет, это папа у нас, мечта хозяйки. Оказывается, ранее Дмитрий отказывался рекламировать всякую мелочь, типа продуктов питания. Но тут он сломался, не устояв перед рекламой майонеза. Еще бы, по слухам, на заработанные деньги Дюжев смог купить многокомнатную квартиру в Москве. Кстати, еще один майонезный король, коллега Димы, Михаил Пореченков. В рекламе актер, оголив торс, бодро колит дрова. Соседки по участку с явным вожделением поглядывают на него. Но, к сожалению, актер женат. Супруга одевает его в рубашку и зовет поесть борща. Твой любимый. Срябый. 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 Заболевание горла когда-то лечили и певица Эдита Пьеха вместе с внуком Стасом. Поговаривают, что на деньги, полученные за рекламу, Эдита Пьеха купила себе норковую шубу. Снова жизнь прекрасна. Па-па-ра-па-па. Как только Егор Крид пополнил ряды артистов, снявшихся в рекламе, его имя всегда будет ассоциироваться со средством от прыщей. Навязчивый припев надолго застревает в голове, а слова о девушке, которая манила красотой у колен, попросту пугают. Ведь ее кожа, мама, самая чистая. Реклама мегафона с группой «Время и стекло», очевидно рассчитанная на молодежь, вызывает у людей преклонного возраста желание выключить эту рекламу. Либо скинуться Алексею Завгороднему и Наде Дорофеевой на орфоэпический словарь, так как от всех этих получили, хочется рыдать. Интернет открыли, подарки купили, получили. Блогерша Марьяна Ро в одной из реклам в песенной форме воспевает преимущество восковых полосок для эпиляции. Если абстрагироваться от вокальных данных Марьяны, хвала данному уже не новому и не самому действенному способу эпиляции выглядит, ну, очень забавно. Вжух-жух, как это ново, вжух-жух, как это клево, вжух-жух. По уровню нелепости реклама с Павлом Волей достойна того, чтобы мы о ней вспомнили. В ролике комедиант уплетает сухарики, задорно убеждая девушку в том, что авария на дороге – это вовсе не беда, если в жизни есть чем похрустеть. Да не драматизируй, даже царапин нет. Где сухарики, там и чипсы. А если быть точным, где коммерция, там и рэпер Тимати. Несколько лет назад мистер Блэк Стар заходил в ночной клуб, где горячие цыпочки уплетали чипсы мачо. А он убеждал зрителя выбирать лучшее, чем по задумке и были эти закуски. Кто-нибудь из вас вообще пробовал эти чипсы? Чипсы мачо. Выбирай лучшее. Зря, очень зря звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова снялась в рекламе «Крема для ног» с мочевиной, да еще и в образе Мэри Поппинс. Это полный провал, не иначе. Кто натоптыш, не мит с ног. Лекарь. Реклама с Сергеем Зверевым получилась короткой, лаконичной, ясной и очень информативной. Все просто. Парикмахер обожает шампунь «Лошадиная сила». Тут и добавить нечего. Да потому что для меня это самый лучший шампунь. Вряд ли, конечно, сам Зверев когда-либо пользовался этим шампунем, но с экрана он убедительно рассказывает, что все звезды просто без ума от этого продукта. Подтверждением этих слов были ролики с Анной Хилькевич, Дайнека и Боней. Соблазняй мужчин своими волосами, испытай оружие яркости звезд. Шампунь «Лошадиная сила». Один из косметических брендов на рекламе явно сэкономил. Но, как еще назвать, 5-секундный ролик, в котором Наталья Рудова с короговоркой рассказывает, что очень красивая и что крем продается не в любой подворотне, а именно в аптеках. Я Наталья Рудова и я очень красивая, потому что пользуюсь кремом с гиалуроновой кислотой «Либридерм». Покупайте в аптеках. Брендом на заметку. Если у вас мало денег, но много информации, Наталья уже обучена искусству скороговорок. Я Наталья Рудова и я очень красивая. А вот Анфиса Чехова во время своей популярности в шоу «Секс с Анфисой Чеховой» пошла еще дальше и посрамилась по полной. Она согласилась рекламировать средства от венерических заболеваний. Да еще и постыдно дешево, как утверждают злые языки, всего за 30 тысяч долларов. А уже позже любимый многими Дмитрий Нагиев на протяжении нескольких лет рекламирует этот же препарат. Только теперь к перечню его свойств добавилась профилактика заболеваний горла и носа, ожоги и раны. Ну и профилактика инфекций в интимной сфере также осталась. Но похоже, главного физрука нашей страны это ничуть не смущает. Отвечаю за профилактику инфекций в интимной сфере. Вообще Дмитрий засветился во многих странных рекламных кампаниях. Например, в ролике «Средства для потенции», где с ним в паре снялась Виктория Лопырева. В другой рекламе Нагиев нагло ввалился в квартиру обычной семьи на ужин с котлетами и бесцеремонно флиртует с женщиной прямо на глазах у ее мужа. В рекламе сотовой кампании Нагиев опять использует уже наскучивший образ Фомы из сериала «Физрук» и пробует вразумить своего сына Кирилла, который ничего вокруг себя не замечает, кроме смартфона с инстаграмом. Актер вскидывает руки к небу и рассказывает отпрыску о деревищах, речище, человечищах и тарифище-безлимитище. Безлимитище! 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 Ты меня слушаешь вообще? Ручище от интернета убрал? Про этот тариф позднее было снято еще и продолжение, где снялся Жан-Клод Ван Дамм. Дэм, дашь телефон позвонить? Вам дам. Данила Козловский тоже зарабатывает на рекламе. Вот он в новогоднюю ночь протягивает незнакомки на улице пакетик чипсов. А вот флиртует на вечеринке Шанель с героиней, известной голливудской актрисы Киры Найтли. Впрочем, с иностранной красоткой наш Данила во время съемок так ни разу и не пересекся. А еще в портфолио актера реклама автомобиля Ягуар. Как и в случае с Кирой Найтли, Данилой рядом не стоял с дорогим авто. Все это монтаж. Время пришло. Выбери свой первый Ягуар. Говорят, что есть и полная версия рекламы, где у Сергея Шнурова все видно. Когда он делает знаменитое движение Шерон Стоун из основного инстинкта. К счастью, мы ее не видели. Думаем, поэтому еще и не ослепли. Кризис среднего возраста. Конец мужских утех. Мужское начало. Женский конец. На сегодня все. А какой рекламный ролик показался тебе самым нелепым и смешным? Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал. Впереди много интересного. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok